Сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна. Это известное очень Евангелие. Оно читается всегда, когда или отпевают человека, или в каких-то случаях, когда вот на Радоннице, например, читалось, связанное с усопшими. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глаз Сына Божия и изыду, сотворшее добро, воскрешение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воле пославшего Меня Отца. Для понимания прочтенного в помощь нам небольшой сюжет, а после протрактуем и решим, о чем же сегодня прочитали. «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен», — говорит Христос. Этими словами Спаситель приоткрывает тайну общения между Ним и Богом Отцом, будучи послушанному, Иисус действовал согласно Его воле. Таким образом, Он является Его верным посланником, представителем в этом мире. Иудейский закон учил, что чей-либо представитель выступал в качестве пославшего Его человека. Посланник был наделен всей полнотой власти при условии, что он в точности исполнял возложенные на него обязанности. Точно так же Моисей и ветхозаветные пророки иногда рассматривались как представители Всевышнего Бога. «Как слышу, так и сужу», — продолжает Господь. Представление о Боге, как о Судье, отразилось и в православном предании. Священномученик Ипполит Римский говорит, что во время Второго пришествия Спаситель придет с силами и тьмой ангелов, как небесный Судья мира. Осознание неизбежности суда над человеком после его смерти характерно языческим представлениям о мироздании. Древние египтяне считали, что умерший попадает на суд бога Осириса, судьи и царя подземного мира. Здесь его сердце кладут на весы, чтобы узнать, насколько он грешен. Оправданный отправлялся на поля Иалу вместо вечного блаженства. Но потом Христос говорит совсем другое. «Вы судите по плоти, я не сужу никого». Незадолго до этого к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии, которую по закону Моисея должны были побить камнями. Какой же суд выносит ей Спаситель? «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Также не осудил он и тех, кто распинал его на кресте, но лишь произнес «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Так и каждого грешника, который кается, он готов принять и спасти от смерти. «И все-таки будет ли суд, или Господь никого не осуждает?» На этот вопрос отвечает сам Спаситель, когда говорит, что суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Но мужайтесь, я победил мир. Отец Михаил, мой вопрос будет касаться, наверное, главной темы Евангелия, темы спасения. В самом начале этого отрывка Господь говорит о том, что человек наследует жизнь вечную, если слушает его слово и верит в пославшего его. Предполагает ли это то, что если мы будем, например, читать Евангелие и просто верить в то, что Господь существует, уже нас спасает? Все-таки что предполагают вот эти слова Господа? Слушать его и верить в него? Слушать и верить – это есть, конечно, абсолютно необходимое условие нашего спасения, потому что те слова, которые говорит Господь, они спасительны. Они спасительны, потому что поступающие по этим словам уже на пути в Царствие Божие, в Царствие Небесное, и путь это спасительный, конечно. С другой стороны, ведь человек не обязательно должен выбрать именно эту дорогу, и мы, к сожалению, видим, что люди выбирают дороги другие абсолютно. Вот сейчас вспоминалось другое место из Евангелия от Иоанна только что, о том, что суд Господень состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди, будучи злы, скорее выбрали тьму, нежели свет. Что такое свет Божий? Свет Божий в том числе – это и Слово Божие, и, конечно, в первую очередь, в основном, личность Бога-человека, Спасителя. Он потому и называется Спасителем, что верующий в Него уже на дороге к спасению. И, конечно, эта дорога описывается в Евангелии как дорога, в общем, трудная, как дорога узкая. И, наоборот, путь, который ведет в гиенну огненную, он широкий и легкий. А вот путь, по которому призывает нас идти Господь, он узкий, тернистый. И, конечно, идти по нему гораздо, гораздо труднее. Но, тем не менее, это путь вот такой спасительный. И Слово Божие, а под Словом Божием мы, в первую очередь, понимаем Священное Писание. Слово Божие нам подробно говорит о том, каким образом нам надо идти по этому узкому, тернистому, но спасительному пути. Господь Сам является для нас светом. Господь – это персонифицированный, если можно так выразиться, конечно, свет. Он, конечно, выше всяких определений, но мы неизбежно должны какие-то определения давать. И вот тот, кто следом за ним идет, тот идет по этой дороге. Более того, Господь Сам себя называет путем, Сам себя называет дорогой. Аз есть путь и истины и жизни. И кто к этим путем идет, тот идет спасительным путем. Так что к вопросу о спасении у нас есть персона, персона с большой буквы, точнее лицо или ипостась, выражаясь богословским языком. Господь наш Иисус Христос, который является для нас светом и который является для нас путем ко спасению. Наш Господь Иисус Христос не единожды говорил «иди и больше не греши». Почему вот эта позиция неосуждения настолько была важна и так показать ее в Библии? Ведь мы знаем, что многие люди могут даже и не понять этого, не переварить, не пустить в себя сомнения. Это мое субъективное толкование, но мне кажется, что это пример для нас в первую очередь. Конечно, Господь имеет право судить. Более того, Он и судья, кроме того, что Он спаситель. И об этом говорится в этом отрывке как раз. Господь, Бог, Отец предал Ему в руки весь суд над родом человеческим. Но с другой стороны, имея право, имея власть осудить человека, взятого явно в таком вопиющем грехе, грехе прелюбодеяния, вот эта женщина, она именно в этом грехе была виновна, Он ее не осудил. Мне кажется, что это пример для нас, потому что в другом месте говорится, что те люди, которые судят, сами будут судимы, и не судите, да не судимы будете. Для нас это очень хороший пример. Мы можем ведь сказать так, ну хорошо, мы не осуждаем тех людей, которые, ну, как по какой-то мелочи, может быть, сделали неправильный выбор. Да, ну вот такие-то грехи тяжелые, как, например, прелюбодеяние. Мы-то должны осудить, должны что-то сказать, потому что иначе это будет попустительство греху. И вдруг мы видим пример самого Господа, который говорит этой женщине, взятой в страшном грехе, которую принято было побивать камнями за этот грех. И вдруг Он говорит, я не осуждаю тебя. Я сам Господь, которому предан суд над людьми, я не осуждаю тебя. Что это иначе, чем пример для каждого из нас? Вот этим путем будем идти и спасемся. То есть на суд не приедет, говорит Господь, но приедет от смерти в живот. Вот это очень, мне кажется, важный пример для каждого из нас. Не судите, да не судим, уволите. Спасибо большое, Тех Михаил.